температура чуть-чуть приподнялась сейчас уже 27 градусов с минусом с кэши вроде договорился сейчас пойдем менять термостат выражил меня 30 . на этой стороне 31 даже ну а здесь нормально комфортно 26 ну что друзья давайте попробуем разобраться попробую своими словами донести почему такая ситуация у нас происходит так наверное вот этот светлый плечу что мне не мыргова почему у нас так происходит с напряжением с напругой вот так это мы так 7 1119 так 1280 в теплом помещении как только вынес и установил на автомобиль уже напруга двенадцать три вчера при заводке у нас напруга уже двенадцать семь там сколько 12 минус 12 градусов на улице было и сегодня у нас 12 07 и сок 3 4 процента заряда с этим сталкиваются наверно все автовладельцы и все в панике как так купил новую батарею блять чё только с ней не делал и так и и раком и по всякому вроде потность норме вырастает два-три дня постоянно напряжения нет а все элементарно и все предельно просто но несколько факторов которые нужно учитывать почему падает напряжение в мороз во первых первое это теплопроводность материалов то есть металл у металла теплопроводность намного больше чем у жидкости того же самого электролита и что у нас происходит внутри батареи так как электролит надеюсь это всем известно это раствор серной кислоты с водой и в тот момент когда происходит охлаждение аккумулятора в первую очередь охлаждается конечно свинцовые пластины так как это этот раствор у нас потность меняется в сторону понижения при понижении температуры то есть понижение повышение то есть если у нас теплом помещении плотность 128 с понижением на 10 градусов на каждые 10 градусов мы добавляем одну точку плюс 10 соответственно будет плотность 1290 градусов 130 минус 10 131 минус 20 уже плотность стремится к 132 чем бродяга силы все вы не проехал до своего гаража и в таком порядке это будет происходить почему происходит понижение плотности повышение потому что частицы воды в растворе кислоты они кристаллизуются и получается раствор серной кислоты с кристаллами дистиллированной воды но это можно допустим на то соли на примере то слово это можно легко заметить когда-то сол замерзает он привык превращается в такую то в студии то в кашу если слабое раствор то солотом или антифриза и превращается в такую кашицу хотя в принципе он как бы и не замерз так как у нас теплопроводность пластин гораздо больше часть дистиллированной воды намерзает на этих пластинах и тем самым уменьшается доступ проходимости ионов ионов катионов и всего прочего что там бегает в нашем аккумуляторе как только мы прогреваем аккумулятор вот этот пленочка из дистиллированной воды она оттаивает и появляется полная проводимость пластин в принципе это как я объяснил своими словами вот это вот такие именно такие процессы и проходит во всех абсолютно во всех батареях поэтому паниковать категорически не стоит когда у вас на новые батареи с утра понижение напряжение более стихами заговорил батарейка у вас будет крутящая будет все нормально ну и конечно проведем еще дальнейшие экскременты по по папу так а где у нас сегодняшние то а вот она сегодняшняя по измерению просадки аккумулятора с понижением температуры если гидро игра гидро метео центр нас не обманывает завтра будет еще более сильное понижение и будем если пальцы не отморозим будем проводить дальнейшие эксперименты но сейчас надеюсь чуть потеплеет и пойду наверное проконтролирую как кеша будет менять и термостат молодец кеша молодец заменил термостат все пошло по большому кругу все отлично так и вот на прогретой машине у нас блять не видно да зарядка 2 0 7 0 7 ампера 0 6 и прыгает 0 7 0 4 0 3 короче чуть-чуть под заряд идет начал отогреваться радиатор сейчас кеша нам те косточек которые не доел будешь загрызать время 20 с лишним минут 7 пора собираться до дома так у нас еще здесь также сама 26 до 26 так и что у нас на улице а на улице у нас 28 и 29 до это 28 29 в этих пределах только с минусом хотя наш доблестный блять этот как его называют митири митири вот показывает минус 26 но обещает минус 35 что нам в принципе нужно так одеваю гауши и и идем заводить нашу шушвайку так мы в салоне нашего летательного аппарата ключик на старте так наручник на наверно поставить чтобы задние колеса не крутились ладно не дай бог пример земли так включаем зажигания шоу нам показывает прибор прибор 40 что 40 хочу прибор короче 12 вот нам показывает прибор и так зачем я включил блять когда не надо включаю так нам надо вначале проверить аккумулятор обычный не м 660 1229 нажмите enter для старта нажимаем так так нажмите enter для проверки зарядочке нажимаем так так Обороты двигателей не обнаружены Без нагрузки Ну давай уже, блядь, обнаруживай Все в порядке, спасибо зарядке Вот такая зарядочка у нас Так, у нас здесь еще прибор показывает 14.4 Так, ну что, давайте отпечатаем И посмотрим, что там Наш амперометр показывает 535 ген Так, ну просто я на морозе Машинешка у нас Закончу я где-то в час Полвторого, сейчас полседьмого Грубо говоря Ну-ка, включайте калькулятор Там пять часов получается, да? Пять часов, шесть И Батарейка у нас От того, что постояла Помолотила Сколько там она Минут 20-30, наверное, молотила Пока Я ждал Да нет, меньше Пока я ждал открытия термостата И батарейка как бы Улучшила свои характеристики Свои параметры Так, ну что, давайте посмотрим Так Уже работает Работает Так Закроем Дверку И что у нас Мы видим Один ампер Батарейка принимает заряд Что, этими печами Надо научиться пользоваться Правильно Напишите в комментариях Что я делаю не так Я с клещами Честно говоря Блядь С клещами Не Это мои вторые клещи Мы первые, блядь Пришли Немножко наковоли Меня Вот он Алиэкспрессии И прислали Без постоянки Хотя заказывалось Постоянкой Так Этот прибор Хоть и хреновый Но его надо все равно взять Вытащить Так Ну что у нас Прокладно Так Где мои Где моя свора Ага По местам Это Своей будочки Замерзла камера Или нет Просто не настраивается Кеша куда-то вырыл Ладенько Мы тоже на лыжи И Роем до дома Друзья Совсем немножко Покажу вам Свой город Город В котором я Родился Крестился Не крестился я на Украине Родился И практически Вырос Вот это у нас Такой ледяной городок Елка Вот это Леха Красиво В местах Можем Так Это у нас Универмаг Выхие 90-е годы Я здесь Будем так говорить Идем Удом Это у нас Скачалка Водок Крепик не был Приходи Качайся Накачивайся Это Спортивный Комплекс Декора Арена Тренажеры Всякие Спортзайны На улице Город у нас Очень спортивный Очень Очень И очень Ну что Друзья Гириамет В этот раз Нам сказал Правду Чисто По-пацански Обещал Трясат На тебе Трясат Сейчас Выпью Приготовлю Кофе Выпью Чашечку Кофе Кофе И Пойдем Будем Пробовать Заводить Нашу Шушвайку Ну что Друзья Мы В Савоне Нашего Космолета Шушевая Лета Так Для начала Проверим Аккумулятор Обычный Дверь Не закрываю Потому как Боюсь Что Иомицы Кабель О бля Очнулся Да конечно Ниже Здесь Бля На 30 Градусов Ниже Бля Так Ну 12 Тряс Показывает Слушайте Так Нажмите Enter Для Проверки Стартера Так Пиздень Сейчас Закачается И Закачался Пробуем Но ничего Провисло До 9 8 4 Секунды Запуск Бугнет Моторчик Надо бы Масло Поменять Но Жаба Душит 9 Лично Ездил Уже На нем Сейчас Что мы Сделаем Во первых Обнулим Атометр Для дальнейших Наших Тестирований И Сейчас Я поеду За водичкой На заправку Немножко Покатаюсь По городу И Затем Будем Снимать Аккумулятор И Производить Дальнейшие Наши Опыты Так Сейчас Поставлю Наверное На паузу Прогрею Минуты Две Три Автомобиль И Будем Мерить Что там У нас С Током С Током Поставил На паузу Самое Главное Это Мы Не Сделали Так Давайте Зарядочку И Оперный Театр Поспешишь Не Видит он Обороты Нажать Для продолжения Без нагрузки Давайте Нагрузим Вот так Все по чесноку Проведем Включили Дальний Дальний Свет Печку На холостон Худу С нагрузкой Так Нажать Для продолжения Выключить Нагрузку Твою мать Тот Кто Сигналит Все Все в порядке Зарядочка Смотрите Какая Но это На горячую Ой На горячую И здесь Он горячий На холодную Отпечатаем Чек И уже Наверное Можно Идти Мерить Посмотреть Что там За топ На улице Немножко Неравномерно Оборвал Ничего страшного Так Ну все Он тут Работает Устой Че Так 2 ампера Потребляет Генератор Все Отлично Надо Убирать Тестер Потому что Провода Заебунели Боюсь Как бы Не обломались Так Убираем Амперметр Так Товарищ Ставший Лейтенант Охраняйте Двигатель Есть Охраняйте Двигатель Ну Не забудь Его Подогревать Есть Подогревать Так Поехали Добавляю Очистил Немножко Из Морозе Окна Так Здесь 16 Что Не было Это Что Было Все По Чесноку Вот Смотрите Минус 32 Ох Ты Перепрыгнула Уже Да Но я чувствую Что-то Не 30 А 32 Походу Так И Время 10 17 Сегодня У меня Выходной По идее Я должен Валяться В посельке Дома Зачем Я Это Все Делаю Ну Пообещал Две батарейки Отдавать Отдать Сегодня После обеда Надо Поехать Добить И Выполнить Своё Обещание Так Ну Чё Минус 32 А Гидромет Сказал Прям На наших Глазах Вот Я залазил В машину Было 30 Только Залез Хирак 32 Блин Ну Надо же Прибыл К месту Своей Постоянной Дисфлокации От дома С учётом Заезда За водичкой Проехал Я 5 Км 564 Метра И 34 Сантиметра Сейчас Зайду Пойду В гараж Растоплю Печку И Сниму Батарейку Будем Делать Батарейку Уже Дадим Ей С полчаса Стояться На улице Под капотом Занесём В гараж И Продолжим Наши Тестирования И замеры Заодно Вытащу Наш Кайнар Который Будет Хайцем В багажнике И Также Замерим Его В каком Он там В холодном Состоянии Что покажет Он в холодном Состоянии Его Будем Мирить Двумя Тестерами Конвейчиком И Вот этим Нашим Оранжевым Фокус Вэвом Так Ну что Надо Погладить Кешу Бедовага Он там Ничего себе Не отморозил Глуп Глуши Глуши Мотор Иди В гараж Ну что Друзья Зашел В гараж И В гараже У нас Вернее Не В гараже А Возле Гаража За гаражом У нас Минус 35 Показывает Наш Термометр Надеюсь Видно Да Так Настраивайся Настраивайся Точно Устраивайся Поудобнее Нет Там 34 Да Ну 34 Градуса Здесь У нас Немножко Аномальная Зона Потому как Вдоль Русла Реки Гаражи Расположены Речка От меня Буквально 100 метров Как нибудь Замерю Сколько шагов Если Кого Интересует Пишите Специально Выйду И замерю Сколько Доречки Кеша Яйца Лежит Себе Ёб Твою Мать Снял Батарейки Где-то Минут 30 Наверное 40 Минус 15 Минус 22 Минут 40 Наверное Удал Отстояться После Пробега 5 Половины Километров Давайте Сделаем Замерчики Так Проверить Аккумулятор Вне Транспортного Средства Клему Сверху Мощный Какой там Выше Такие Параметры После Пробега 1452 Вольта 450 1252 Даже Я смотрю 450 Ампер Показывает Пусковой Ток 68 Процентов По Согу И сок 90 Процентов Положим Вот сюда Сделали Фиксацию Зафиксировали Теперь Мерим Наш Кайнарчик Который Который Бултыхался В багажнике У нас Вне Транспортного Средства Обычный Клемы Клемы Сверху Так 590 Ампер Замените АКБ Смотрите Какие параметры У нас 53% По слуху 877 Сопротивления Давайте Также Отпечатаем Сколько Пусковой 371 Ампер После Заморозки Так Ну давайте Чтобы было Все по чесноку Так как Мы Мерили Конвеем Эту батарейку Давайте Замерим Конвейчиком И Потом Измерим Плотность Что нам Покажет Конвей Заменить Че Не Заменить Вне Салона Обычная 590 45% По суху А у нас Здесь Этот Показал Сух 53% И Так 53 371 Пусковой Здесь Показывает 398 Пусковой Напряжение 1260 Напряжение 1263 Сопротивление 696 Здесь Сопротивление У нас 877 Так Вот Почему-то По сопротивлению Очень большие Большой Разброс Получается Так Ну Давайте Замерим Реактор 52% По суху Здесь Показывает 68 476 Ампер Пусковой Здесь 450 Сопротивление 580 Здесь 728 И НРЦ 1258 1252 Так Ну-ка Давайте Ради Интереса Замерим Напряжение Мультиком Так А я Твою мать Включить Надо Так Не хочет Работать 1263 1263 Батарей 1258 1252 Так Батарейка Она моментально будет набирать сейчас Напряжение По мере Прогрева И почему Первый раз Когда мы поставили Батарею Очень резко упало Напряжение Да потому что я снег ее поставил Когда менял Вот она и Остыла Поэтому напряжение И упало Давайте по одной баночке Замерим Плотность Так В реакторе У нас Плотность 1,32 Почти 1 Да 1,32 Почти Что Здесь В Кайнерчике Плотность У нас 1 1,32 Не почти Что Точно Вот так Вот Друзья Так что Вот это Вот Налить Из дистиллированной воды Которая Образуется На пластинах Вот она Непосредственно Влияет на Снижение напряжения Блин Поэт Блядь Как мы знаем Что Дистиллированная вода Является Диэлектриком И часть Пластин У нас Просто Не в работе Поэтому Мы видим Существенное Существенное Снижение напряжения Так Это Кайнер Кайнер Это реактор Так Это реактор Чеки Ложим Вот сюда И будем Потом Производить Разбор полетов А пока Батарейки Мы Ставим Вот туда На отогрев И Будем Отогревать Так Что у нас На улице На улице 32 С учетом Прогрева Блин Кешу Надо наверное Куровогу Свозить Блядь Как бы он себе Яйца не отморозить Часто их Лежит Блин Так Ну что Ставим На отогрев Наши батарейки Давайте Сделаем Небольшое Промежуточное Разуме По сегодняшней Заводке И По поведению Реактора Значит С утра У нас При минус 30 Напряжение Было 12-30 Пусковую 423 Сох 64 Сох 63 Процент После того Как мы Проехали Буквально 5,5 Км На это Ушло У меня Времени Где-то 20 Может Минут С учетом Заезда Батарейка Чуть-чуть Прогревась Под капотом Спасибо Минту Который Крошует Нашу батарейку И Тепло От двигателя Так Появилось Напряжение После Отстоя Где-то В полчаса 12-52 И Пусковое Уже увеличился До 450 Сопротивление Упало 7-28 Сох Уже У нас 68 И Процент Заряда 90 Минимальный Прогрев Если бы я Поездил Минут Ну Наверное Сейчас Проехал То Возможно Батарея Показала Бы Вполне Вполне Нормальные Результаты То есть Батарейка По мере Отогрева Мы Видим Явное Улучшение Параметров Ну Как-то Так Друзья Ну Выводы Выводы Я для себя Уже давно Эти выводы Сделал Для меня Это не секрет И Поэтому Своим Клиентам Я Стараюсь Предугадать Предсказать Поведение Батареи При Определенных Температурах То есть Батарея На выходе Может Сделать Уже Какие-то Заключения На выходе Какая-то Батарея Какие Параметры Эта Батарея Выдает И Какие Параметры Она Будет Выдавать С Учетом Понижения Температуры Я Надеюсь Что это Все Наглядно Выводы Делать Конечно Же Вам Можете Исходя Из Вот Этих Наших Замеров Делать Какие-то Свои Выводы Если У вас Есть Тестер Хотя Все В первую Очередь Все Конечно Зависит От Состояния Автомобиля И От Того Как Автомобиль Заводится От Того Как Автомобиль Вернее Какое Залито Масло Какой Установлен Стартер И все Прочее Опять же Где-то Уверенно Говорить Нельзя Все Исходя Из Усредненных Показателей Таких Ну Что Ж Батарейки У нас На Отогреве Пусть Греются Бедоваги Оттаивают Реактор Покрылся Испаренный Вспод Телыш Бедовага Как Отогреется Будем Делать Очередные Замеры И уже Резюмировать Наш Ролик Вот Теперь Можно Сказать Друзья И так Батарейки Отогрелись Более-менее 18 Здесь 15 16 Здесь 12 Отогрелись Но Не Полностью 20 Градусов На них Еще Нету Но Снял Где-то Час Там Назад Потому Что Вакантные Места Надо Занимать Под Батарей Клиентов Это Мои Батарейки Смысл Их Полностью Отогревать Я Не Вижу Давайте Будем Делать Замеры Так Мы Остановились На Кайнаре Давайте Снимем Показатели С Кайнара Вне Транспортного Средства Клеммы Сверху Обычный ЕН 590 Печатаем Печатаем Запись Отвечу На Звонок Давайте Произведем Замер Плотности После Отогрева 1,28 Здесь И 1,27 Что Ли Да 1,27 Здесь Так Так Сейчас Продолжим И так Еще Один И так Отпечатали Давайте Отпечатаем Что Нам Покажет Реактор И Попробуем Сделать Кое-какие Выводы Так Проверить Аккумулятор 660 Ампер 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 так что мы видим 1275 646 ампер у нас пусковой ток сок 82 сок 100 но если учитывать что мы делали замеры перед этим на полностью прогретой батареи так звонят мне опять давайте придется ответить на звонок придется еще раз и такнуть два раза подряд зазвонил телефон это слон и приезжали клиенты привезли еще батарейку он она туда вот в отогрев улетела ну давайте давайте будем резюмировать давайте будем подводить итоги а давайте еще раз сделаем замер конвей я надеюсь это будет вам интересно разница в показателях между конвей и так 590 смотрите до похода в багажник это батарея показывала 95 процентов видимо пока я ездил кто-то в тихушку батарейку либо подзарядил либо ну по крайней мере показатели этой батареи как видим улучшились помните же 95 было 12 78 напряжение пришло в норму показатели аккумулятора также пришли в норму по пусковому току в результате отогрева обычная 660 663 ампера ну наш реактор немного сдулся я не хотел говорить об этом в ролике потому что это был выглядело как-то некрасиво но дело в том что вчера когда я парковался начал сдавать и машинка у меня завязывал снегу и заглохла резко у именно конкретной машинки есть такая особенность что если она резко заглохнет потом ты и хрен заведешь блять и я ее гонял неё стартером гонял двигатель ну наверное было три или четыре попытки не совру наверно по минуте начинают схлипывать каким-то образом я говорил уже что намудрили там с мозгами намудрились датчиками я с этим еще не разбирался и в этот момент видимо машину заливает заливает свечи конкретно какой-то или подается импульс на инжектор или еще что-то но машину заливает конкретно потому что приходится очень долго крутить если неожиданно вдруг машина заглохла пока вот пытался выбраться из снега в натяжку и машинка хоп и заглохла свечи залитые гонял 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 и видимо вчера я реактор тоже посадил неплохо поэтому вот такие и под сдутые немножко параметры хотя хотя нрц это 212 75 в принципе неплохо ну давайте сравним с показателями которые были на момент вот так вот у нас 5 число 5 число 12 79 687 646 485 5 16 87 и 82 вот такие у нас вот такой небольшой разброс по показателям но в принципе разбор полетов был не по конкретной этой батареи а разбор именно все затевалась из-за того чтобы донести и показать как может влиять понижение температуры на состояние на показатели и на параметры аккумуляторов как они могут сдуться с понижением температуры зимой потому что летом такого понижения конечно надеюсь не будет ну что друзья затягивает ролик уже и так затянули моего получился опять ролик глины возможно разобью его на две части посмотрю по времени если в пределах часа то оставлю если больше часа то придется разбивать что хочу сказать напоследок лайки ставить не обязательно вполне достаточно будет 50 рублей на камеру мы почти у цели и я думаю что скоро я вам сообщу об этом радостном событии что я заказал себе ту камеру которую я хочу хочу друзья еще что я еще хочу хочу еще пожелать вам всего самого наилучшего до праздновать без потерь окончания новогодних праздников на носу старый новый год но бог даст мы его отметим сходим на посевание посеем также хочу пожелать здоровья благополучия всего самого наилучшего и как обычно самое главное берегите свои батарейки всем пока ну что друзья минус 35 пробуем заводить радио причины чем погнали ни хуя даем отстояться с первой попытки нихуя не хочет попытка номер два учава загудела все отлично вот и лето прошло друзья словно и не бывало ой 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 все пропало все пропало топим печку прохладно сегодня вот и вот и вот и vor